Разгромив первые недели операции «Барбаросса», пять мехкорпусов Юго-Западного фронта, войска группы «Армиюг» успешно продолжали наступление на киевском направлении. В свою очередь, потерпевший поражение в приграничных сражениях Юго-Западный фронт генерала Керпоноса 30 июня начал отступление из района Львовского выступа на восток в попытке закрепиться на старой границе 1939 года. Однако задержать продвижение немецких вост не удалось. К исходу 9 июля, прорвавшись на стыки 5-й и 6-й армии, первая танковая группа «Клейст» захватила Бердичев и Житомир, тем самым создав угрозу выхода в тыл частям 6-й и 12-й армии. Отступавшие советские части наносили контрудары, однако ликвидировать глубокий прорыв врага на киевском направлении так и не сумели. В результате успешного наступления немецких войск и пассивности частей Красной Армии на южном направлении в середине июля образовалась опасная конфигурация фронта, выступ в районе Винницы у Мань-Могилев-Подольский. Советское командование, целиком занятое развитием событий на других направлениях, первоначально на этот выступ не обращало должного внимания. Находившиеся там войска вели оборонительные бои, не получая четких директив и могли рассчитывать только на собственные силы. Также стоит отметить, что войска Юго-Западного фронта к тому моменту были сильно потрепаны. В восьмимых корпусах фронта после разгрома в приграничных сражениях остро ощущалась нехватка танков. В это же время командование группы армии Юг приняло решение о реализации планов по охвату и обходу главных сил Юго-Западного фронта. Для этого предусматривалось тремя танковыми и двумя моторизованными дивизиями нанести удар в тыл 6-й и 12-й армии в общем направлении на Умань. Одновременно в этом же направлении должны были наступать дивизии, расположенные на смежных флангах 17-й и 11-й армии, сковывая советские войска с фронта и при этом охватывая их с юга. Закончив отражение контрударов советских войск, 48-й мотокорпус Вернера Кемпфа возобновил свое наступление. 16 июля немецкий танковый клин рассек фронт у города Белая Церковь надвое и на южном фланге были отрезаны две армии, 6-я под командованием Музыченко и 12-я генералу Понеделина. В образовавшуюся брешь шириной в 90 километров немцы ввели первую танковую группу и начали заходить в тыл 6-й армии. 17-я немецкая армия прорвала линию Сталина на всем фронте и подошла к Жмелинке. В это же время с юга в тыл 12-й армии продвигалась 11-я полевая армия Шоберта, прорвавшая оборону на Днестре. В районе Винницы тяжелые бои вели части 12-й армии. Вовремя получив подкрепление, они чудом смогли избежать окружения. Советское командование, осознавая угрозу двустороннего охвата армии Юго-Западного фронта, стремилось выровнять и стабилизировать фронт обороны советских войск. По поручению Ставки начальник герштаба Жуков передал главком Юго-Западного направления Будённому, приказ об отводе войск двух армий Юго-Западного фронта и 18-й армии Южного фронта на рубеж Белая церковь. Однако противник, превосходя советские войска в уровне мобильности, вышел на рубеже отвода раньше наших частей. Кроме того, чтобы не дать замкнуться кольцу окружения западнее Кумани, командование Южного фронта перебросило навстречу прорвавшимся на юго-восток немецкому 48-му мото-корпусу второй мехкорпус генерала Новосельского. Одновременно с этим, Музыченко и Понеделье наносили собственные контрудары, уже фактически прорываясь из окружения. К этому моменту обе армии находились на пределе своих сил. Отдельным контрударом на соединение с 6-й и 12-й армиями пыталась пробиться 26-я армия Костенко, не достигшая впоследствии серьезных результатов. Оценив действия противника, Ставка пришла к выводу, что главной целью немецкого наступления является выход к Днепру, овладение переправами между Киевом и Черкасами с тем, чтобы в дальнейшем развивать наступление на Донбасс. Исходя из этого, была сформулирована главная задача для Южного и Юго-Западного фронтов не допустить выхода противника к Днепру. Для удобства управления 25 июля директивой Ставки к 6-ю и 12-ю армию передали в распоряжение Южного фронта генерала Тюленева и объединили в так называемую группу Понеделина, что в конечном счете привело к трагическим последствиям. Армии, по сути, лишились управления и поддержки авиации Юго-Западного фронта, а командование Южного фронта оказалось неспособно организовать управление переданными войсками и до 27 июля реальной помощи им не оказывало. Армии фактически оказались сброшенными и самостоятельно пытались организовать оборону в сужающемся котле. Тем временем на северном фасе потенциального котла, где действовали танки немецкого 48-го мотокорпуса, ситуация стабилизировалась. На этом направлении наступление немцев удалось приостановить. Однако на это были страчены последние резервы. Занятые танками Музыченко и Понеделин впоследствии пропустили сокрушительный удар немецкой пехоты. В это время на юге, в районе Гайсена, в полосе 49-го горного корпуса происходили события с катастрофическими последствиями. Части 125-й пехотной дивизии вермахта в ходе ожесточенного боя владели городом Гайсен и продолжили наступление на Умань. Используя этот успех, немецкое командование приняло решение ввести в прорыв дополнительные подвижные части. На основе 1-й горно-пехотной дивизии была образована подвижная группа «Ланг», которая к 27 июля прорвала оборону 12-й армии и вошла глубоко в тыл советским войскам, вследствие чего управление войсками в районе Умани было дезорганизовано. Ставка и командование фронтов вовремя не оценили надвигающуюся катастрофу и не дали команду на отвод войск, в результате чего 29 июля немцы замкнули кольцо окружения, а на следующий день наши части оставили Умань. Тем временем командование Южного фронта запретило отводить войска и дало команду идти на северо-восток на соединение с 26-й армией, но сделать это 1-го августа уже было невозможно. Первоначально кольцо окружения было неплотным и командование фронта сохраняло некоторый оптимизм. Однако ситуация с каждым часом ухудшалась, уже 2-го августа авангард 9-й танковой дивизии вышел на соединение с подвижной группой Ланг. Тем самым окружение двух советских армии было полностью завершено. В этот же день командование Южного фронта предприняло безуспешную попытку прорвать окружение силами только что сформированной 223-й стрелковой дивизии, перебрасываемой из района Кировограда. Находясь в тяжелом положении, Музыченко принял решение самостоятельно прорываться на юго-восток с силами 24-го мехкорпуса. В ходе боев частям 6-й армии удалось создать плацдар на восточном берегу реки Синюхи. Именно отсюда готовился пролив. Но немецкая авиация отследила передвижение войск и к утру 4-го августа находившаяся на плацдарме группа окруженцев была отсечена от берега и к 2-м часам дня ликвидирована. После чего командующий Южным фронтом генерал Цуленев разрешил отход войскам группы понедельно в восточном направлении через реку Синюха. Но драгоценное время было уже упущено. Немцы упорно продолжали сжимать котел. Советское командование все еще пыталось снабжать войска по воздуху. Но возможности транспортной авиации были крайне ограничены. Кроме того, к 4-му августа в боях сгорели почти все танки и бронемашины мехкорпусов. На 5-е августа в мехкорпусах в боеспособном состоянии находились не более 20 машин. Поздно вечером 6-го августа неудачную попытку выйти из окружения сделала небольшая колонна из пяти танков. После скоротечного боя немцы протесали посадки и в поре был найден контуженный командующий 6-й армии генерал Музыченко. А в ночь на 7-е августа возле села Подвысокое командарм 12-й армии понедельным был блокирован в небольшом лесу и с остатками группы проявающихся также был взят в плен. К этому моменту управление окруженными советскими частями значительной степени оказалось нарушено. Кончались боеприпасы. Штабы армии были разгромлены, а красноармейцы находились под постоянным обстрелом земли и воздуха. С наступлением утра 7-го августа началась массовая сдача в плен. К исходу дня немецкие подразделения подавили последние очаги сопротивления и закончили зачистку в районе лесного массива Зеленая Брама. Согласно докладам 49-го армейского корпуса и 17-й армии, к 8-му августа 41-го года были взяты в плен 110 тысяч 418 красноармейцев и командиров. Всего были разгромлены 6 корпусов и 17 дивизий. В плен попали 2 командарма, а также 4 командира корпусов и 11 командиров дивизии. На основании данных немецких документов можно сделать вывод, что в окружении оказались около 130 тысяч советских солдат. В качестве трофеев в части 49-го горного корпуса захватили 513 орудий всех калибров, были подбиты 54 танка и 58 бронемашин. Еще 186 танков и 603 орудия были записаны на счет частей первой танковой группы. Всего из окружения по одиночке или небольшим группам вышло около 11 тысяч человек. Уже в начале августа 41-го года Ставка начала расследовать причины поражения и определять виновных. Сталин прямо возложил ответственность за гибель двух армий на командующего Южного фронта генерала Тюленева, однако никакого наказания он не понес. В своем докладе Тюленев переложил вину на генерала Понедельина, обвинив его в медлительности при выходе из окружения и прямо заявлял, что окруженные войска получили всю необходимую поддержку. В конечном счете, в судьбе самого генерала Понедельина, этот доклад наряду с другими обстоятельствами стал роковым. 16 августа 41-го года Ставка объявила командарма 12-й армии предателем, командиром добровольно сдавшимся в плен и бросившим свои войска на произвол судьбы. Уже после окончания войны 25 августа 1950-го года, по приговору военной коллегии Верховного суда за потерю управления войсками и сдачу в плен, генерал Понедельин был приговорен к высшей мере наказания. В свою очередь, командаром 6-й армии Музыченко был освобожден американскими войсками из плена и после проверки в органах НКВД в восстановленном рядах советской армии и назначен заместителем командующего войсками Приволжского военного округа. Окружение 6-й и 12-й армии по думанию в начале августа 41-го года фактически завершилась борьба советских войск с июня отходивших с боями из Львовского выступа. Необходимо отметить, что длительное сопротивление Юго-Западного фронта дало время советскому командованию на формирование новых соединений, которые составили впоследствии резервную армию генерала Чибисова. Кроме того, значительная часть подвижных сил 1-й танковой группы Клейста оказалась скованной, вследствие чего завершить окружение остальных сил Южного фронта противник уже не успел. Но в то же время неудачные действия войск Юго-Западного стратегического направления в июле-августе 41-го года стали причиной глубокого прорыва немецких войск группы армии Юг на Украине на нескольких стратегически важных направлениях. Через несколько дней после окончания сражения 18 августа в Умань вместе с итальянским диктатором Бенита Муссолини прилетел сам Адольф Гитлер, где они приняли парад итальянского корпуса. Уманский котел стал одним из самых тяжелых поражений Красной Армии за время Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok